Добрый день, друзья! С вами Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. Я Борис Марсанкевич. Всем добрый день! Борис, вот в комментариях я периодически встречаю некоторые замечания. Хотелось бы отметить наших подписчиков, одна из самых разумных аудиторий. Основные комментарии, что мы там по формуле говорились, буквы перепутали и прочее. Когда с первого дубля пишешь, особенно такие вещи, ну, господа, попробуйте. Возвращаясь к интересным комментариям, люди периодически замечают, вот что вы рассказываете про эти сверхприбыли Газпрома, что вы им радуетесь, да что они вам такого делают. Вот посмотрели капитализацию Apple, Google, Tesla, вот это, а вот Газпром, они там еще одно шубохранилище построят. Борис, что, вот, мануал нужен, что отвечать вот таким вот людям, что дает нам Газпром? Ну, давай в порядку. Газпром начинает платить деньги в государственный бюджет с того момента, когда газ поднялся в трубопровод внутри добычной внутренних месторождений. Налог на добычу полезных ископаемых платится сразу, мгновенно, без всяких прочих. Платятся налоги со всех строек, которые ведет Газпром, платятся налоги за людей, которые работают и так далее, и так далее. Чем больше газа добыто, тем больше денег поступает в бюджеты всех уровней. Хорошо или плохо, я отказываюсь комментировать, как налоговое законодательство устроено, так и платим. Если брать данные за 2019 год, до пандемии, потому что я все-таки думаю, пандемийный год вряд ли можно брать за образец, Газпромом было добыто 500 миллиардов кубометров в течение года. В государственный бюджет Российской Федерации поступило 1,2 триллиона рублей. При этом, разумеется, была заработана прибыль, поскольку государство является акционером Газпрома, были заплачены дивиденды в размере 260 миллиардов рублей, то есть в 7,2 раза меньше, чем денег поступило государству в качестве налогов. Как высчитывается прибыль, я надеюсь, все прекрасно помнят. Сначала надо посмотреть совокупный доход, потом надо инвестировать все проекты, которые ведутся. На день сегодняшний из крупных проектов, которые Газпром инвестирует, ежегодно достаточно крупные суммы. Это завершающие этапы строительства Амурского газоперерабатывающего завода на 42 миллиарда кубометров по сырью в год. Это вторая очередь силы Сибири. Из Иркутской области строится, осваивается Кавыгчинское месторождение со всеми вытекающими. Продолжается формирование новой газовой провинции на Ямале. Идет освоение Харасовейского месторождения со всем тем, что туда приходится поставлять из материалов. Разрабатываются месторождения, строятся газопроводы. Внутри месторождения строятся вертолетные площадки, дороги и так далее. И летом этого года начато строительство газового кластера на одной площадке. В услуге строятся одновременно три завода. Понятно, что сейчас подготовительный этап. Тем не менее, и фундаментная работа, и опять же, дороги надо прокладывать. Напомню, что там на одной площадке будет завод по сжиганию природного газа, газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс. Из своих прибыли Газпром инвестирует во все это. И, разумеется, в соответствии с требованиями президента, значительно увеличились инвестиции в газификацию территории Российской Федерации. Чем больше денег Газпром зарабатывает, тем больше активность с инвестициями, тем меньше у него необходимость бегать по всевозможным банкам. Даже если такая необходимость есть, то более мягкие условия, потому что он способен инвестировать сам. Вот, собственно говоря, у меня все. Если говорить про ожидания 2021 года, то Газпром видит прибыль около 2 триллионов рублей в предварительной итоге. И, соответственно, уже дважды в течение года была пересмотрена инвестиционная программа на 2022 год в сторону увеличения. Чем больше денег зарабатывает Газпром за пределами России, тем на самом деле приятнее, потому что валюта, поступающая к нам, превращается в рубли, рубли, в свою очередь, превращаются в межпосылковые газопроводы, в два крупнейших завода, в освоение новых и новых месторождений и так далее, и так далее. Чем больше объем газа добыт Газпромом, тем больше денег государственная казна получает в виде налогов от него. За распределение налогов по социальным нуждам, нуждам Министерства обороны и так далее, и так далее, энергетики не отвечают точно. Миллер не входит в число сотрудников Министерства финансов, поэтому все вопросы по поводу того, как распределяются налоги, это не к энергетикам, дело энергетиков добыть энергетические ресурсы и налоги. Вот это происходит совершенно исправно. У меня, собственно говоря, все. То есть, логика предельно простая. Чем газа больше добыта для внутреннего потребления, для внешнего потребления, тем больше налогов. По предварительной оценке Газпрома год к году в России будет потреблено больше, почти на 17% газа. То есть, мы сами делаем вклад в то, чтобы наш газовый внутри России, он не монополист. Напомню, что внутри России «Газпрома» принадлежит порядка 60% рынка. Есть еще целый ряд крупных игроков. Три известны. «Новатек», «Роснефть», «Лукойл». Есть более, вернее, менее крупная компания, которая тоже какой-то сектор сбыта держит. Ожидается увеличение поставок в дальние зарубежья на 17% по итогам года. Это одновременно и те налоги, которые поступают, безусловно, потому что если экспорт идет, то экспортная пошлина тоже платится. Напрямую заинтересован бюджет в том, чтобы эти налоги платились, и напрямую бюджет заинтересован в том, чтобы прибыль у «Газпрома» была больше. То, что «Газпром» не инвестирует в проекты внутри России, облагается не только налогом на прибыль, но и дивиденды тоже приходится платить. Все. Чем успешнее работает «Газпрома», тем больше денег в казне. Тем быстрее идет реализация тех проектов, которые идут внутри России. То есть вместо банальной раздачи денег за газ каждому поделить, это просто все инвестируется в рабочие места. Растет сетка газопроводов, вместе с этой сеткой идут ответвления к жилому сектору, к предприятиям. Вдоль магистральных газопроводов разворачиваются новые производства, которые якорные потребители, которым интересен дешевый газ, с хорошей поставкой и все прочее. То есть нельзя пощупать прибыль «Газпрома» самим, но ее можно ощутить в таких вот вещах, которые влияют на нашу жизнь. Нет. Те, кто желает почувствовать прибыль «Газпрома» у себя в кармане, 42% акций «Газпрома» находятся в свободном обороте. Я думаю, те, кто покупал акции в начале 2021 года по цене что-то там в районе 130, могут их сейчас совершенно спокойно по 320 продать. Никому не запрещено. То есть вот это вот все, оно влияет на капитализацию внутри страны? На капитализацию, на возможность что-то зарабатывать не только на газе как энергетическом сырье, но настраивать его более глубокую переработку. Амурский газоперерабатывающий завод – это уже не просто непереработанное сырье. Балтийский газоперерабатывающий завод в услуги, которые начали строить, это тоже переработанное сырье. Чем глубже переработка, тем больше моржа, тем больше рабочих мест. Вот вся логика. И «Газпром» это получается непросто. Вот берут, из недр качают, в трубу закинули, перегнали за границу, здесь раскидали. То есть получается, они еще вкладываются в газопереработку здесь. Да. И чем больше газа они добывают, в принципе, за доллары, чтобы продать их, тем дешевле газ для населения у нас получается. Ну давай опять же из простых вещей. Вот добыча будет на уровне 500 миллиардов кубометров. Если будут реализованы вот эти два проекта, о которых я говорил, один в Амурской области, второй в Ленинградской области, там в Ленинградской области объем переработки 45 миллиардов кубометров, там 42. То есть вот уже на фоне 500 миллиардов кубов добычи, из них 85-87 получается, идет в более глубокую переработку. Много говорят о том, что мы сидим на сырьевой игле, но тому, что «Газпром» настраивает переработку, инвестируя за счет своей прибыли, почему-то никто не радуется, все продолжают считать, что все деньги, которые получает «Газпром», они идут непосредственно Миллеру для того, чтобы он на своей яхте мог построить виллу. А там еще вертолетную площадку на 10 вертолетов. На вилле яхту, на яхте виллу, ну, чем обычно занимается Миллер, он, конечно, строит яхты с виллами. Ну, и склады под строительство множества шубохранилищей, естественно. А вот с учетом того, что «Газпром», хотя он и не монополист на внутреннем рынке, вот эти вот цены, дешевые на энергоресурсы, они как-то привлекают западные компании уже перебираться в Россию? Ну, пока еще нет. Для этого необходимо суметь договориться с теми, кто реально руководит Россией, я имею в виду министерство бухгалтерии, чтобы оно разрешило зафиксировать налоги на одном уровне. К нам время от времени, если помнишь, заглядывали в студию Дмитрия Гусев, независимый топливный союз, вот они подсчитали, за последние 10 лет налоги в нефтегазовой сфере в России были изменены 15 раз. Очень сложно объяснять зарубежным инвесторам, что вы к нам переберетесь, но мы каждые полгода будем менять налоги. Они не понимают. Вот есть нюансы. То, что происходит сейчас, ну да, вот наиболее газоемкая, производство, это азотное удобрение, там азотное удобрение приходится делать при цене природного газа тысяч кубометров, у нас цена по-прежнему внутри России все так же 70. Ну, очевидно было бы, что если бы у нас было все в порядке с налоговым законодательством, многие из европейских производителей задумались, где они получат большую прибыль, где у них будет меньше себестоимости их продукции. Ну, некогда. Ну, некогда. То есть, проблем у нас не с Газпромом, а как все это считать, грубо говоря? Во-первых, проблем с Газпромом у нас, разумеется, хватает. Уже достаточно много историй, например, бесконечные разговоры о дигитализации, цифровизации, искусственном интеллекте и прочее. В слух о своих проблемах заговорила компания «Алроса». Они на свои золотые рудники поставляют большегрузные самосвалы «Катерпиллер». Водителей не готовит никто. Точкой. Как выкрутилась «Алроса», она пригласила 200 человек, имеющих категорию «С», за свой счет их разместила на своем учебном комбинате, научила вождению, провела бешеное количество каких-то учебных часов. 200 человек подготовила сама себе, и вот они пошли. Я думаю, что и у «Газпрома», и у «Роснефти» вот такие проблемы, когда наша система образования рассказывает про 5G, искусственный интеллект, робота, чипы, квадрокоптеры, все хорошо. Но кому-то надо все-таки становиться за штурвал газовоза, кому-то надо уметь работать на нефтеприисках, на газовых приисках. Вот тут проблема есть. Если «Росатом» в своих закрытых городах уже второй десяток лет развивает школу «Росатома», то есть там за отдаленными детьми в ближайшее время планируется охотиться с детского сада, в буквальном смысле. Я думаю, что приблизительно такая же перспектива ждет и «Газпром», и «Роснефть», потому что Министерство образования, Министерство высшего образования и науки, оно живет где-то на другой планете, оно считает, что нужно готовить только исключительно программистов и так далее. Это интересно, это модно, это красиво, это в офисе, но за руку торпели, надо кому-то тоже идти. Ну, это так, мысли в слух. Это мы в сторону, от «Газпрома». Можно таким людям, комментаторам, которые гневно злопыхают «Газпрома», то, что вот это все разделили, украли, а им конкретно на карточку не накинули, попробовать начать работать, смотреть, как бы, что делать. Попробуйте на биржевой рынок выйти. Я думаю, что те, у кого были акции «Газпрома», допустим, в начале года, они сейчас более чем доводны жизни. Там, по-моему, в два с половиной раза стоимость акции выросла за год. Ну, в любом случае, друзья, попросим вас поднакидать какие-нибудь интересные комментарии, на которые можно сделать разборы, интересную реакцию. И мы обязательно все посмотрим, стараемся вот все читать. У нас очень интересные переписки в комментариях, иногда за тысячу переваливают. Также не забывайте заглядывать к нам в Тинограм-канал, ссылочка будет в описании. Там тоже своё комьюнити, порой достаточно жёсткие баталии по паре сотен комментариев случаются. Там весело. Всем спасибо за внимание. Спасибо за то, что не забываете делать репосты наших выпусков в ваших социальных сетях. Отдельно благодарны тем, кто находит возможность помочь нам в финансовую. До новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!